Добрый день, друзья! Были с утра с дочкой в поликлинике, потом пошли погулять по лесу. Пакетик я не взяла с собой, в итоге что было? В пахилы. Посадила насекомых. Взяла с собой жучков двух, сейчас покажу вам каких. Посадила их в бывший домик жучков других, все убрала лишнее. Растение их поставила, жучок тут уже шустрый. Он успел сверху выбрался, покакал. Ниже тоже самое сделал. Вот, теперь ползает. Смотрите, это долгоносики. Как классно он там через дырочку пропался. А еще на растении, на котором они сидели, уже было какое-то яйцо. Не знаю, или это они оставили, или это чье-то другое, так сказать. Посмотрим, кто вылупится. То там ползают долгоносики. Я определила их как лариус конический. Такие небольшие долгоносики у меня. Примерно, наверное, сантиметр, скорее всего, в длину. Сейчас, может быть, смогу его взять в руку. Да, мне это удалось сделать. Смотрите. Это, по-моему, самка. Смотрите, какой у нее длинный хоботок. А, спасибо, на мне опять фекалии оставили. У нее окраска такая, у этого жука, красивая. Он получается какой-то такой коричневато-черный. И у него идут везде такие желтые, как пятнышки. Как будто он в пыльце весь извалялся, этот жук. Вот такой. Мне больше всего нравится их длинный хоботок и такая голова. Очень красивые жуки. В этом плане для меня. Необычные. Как будто они с нашей планеты, так сказать. Представляете, сколько у нас разных насекомых просто рядом с нами живет. Мы бываем просто ходим и не замечаем ничего этого. Смотрите, у него на его хоботке еще есть усики. Они мне так шевелят. Так что развернует руку. Руку разверну. Руку развернует. Руку развернует. Руку развернует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ТОЖЕ ТАНЦУВАЛА Тоже танцевала. Видите, танцует. Шучу, конечно, это не танцы, но очень похоже. Что ж, будем наблюдать за их жизнью дальше. Ого! Вот это да! Они еще улетают. Это было очень неожиданно. Ладно, пошла я за ним на окно и закрываю сверху марлей. Вот этот ползает спокойно. Ни о чем. Не думает, наверное. Хотя, может, думает. Улетел жук, да? Жук улетел. Жук улетел. Хочу немножко вам сейчас поснимать эти долгоносиков. Потому что, думаю, следующий кадр уже будет, как мы их отпускаем с дочкой. Видите, даже здесь на сухом листике есть их яйцо. Сейчас постараюсь приблизить. Вроде бы видно, да. Вот это, наверное, уже третье яйцо. Но почему-то из них никто не выходит. Такое чувство, как будто они реально просто засыхают, что ли, яйца. Может быть, их опрыскивать нужно, может, еще что-то. Свежие листики лежат. Сейчас немножко жучков поснимаю. И все. Потому что не очень-то мне выгодно ходить далеко за этой травкой для них. Так содержать их тоже не очень. Им не очень в контейнере жить. Будут они на воле бегать. Смотрите, откопала одного жучка уже. Ну, как откопала, подняла. Они любят под сухими листиками сидеть. Видите, он выглядит как будто мертвый. Сейчас скоро он побежит. Ну, уже беги. Он подводит меня. Ну, ладно. Пошел уже его сама. Хорошо, подождем. На этой камере закончилась у меня память. Поэтому снимаю опять на эту, которая особо не снимается. Боже, он тоже не мертвый. Покажи, что ты можешь. Ты только что бегал меня, когда эти листики принесла. Во-во-во, видите? Вот он. Она меня подводит. Мне говорит, она ужасно с нами обращается, говорит. Она, скажи, не кормит, да? Вот видишь, побежал. Шустро даже побежал. Говори, они притворяются. Красавчик. Какой красавчик жучок. Здесь шустро бегает. Что все хорошо, я им листики ношу. А иногда я с нераскрывшимися цветочками приношу. Здесь будет все-таки съемка плохая на эту камеру. Ну, хотя бы что-то. Тражечек. Сейчас мы его обратно здесь создадим уют. Скажу, домики сейчас вам вторую найду. Так, это свежие листики. Давайте его немножко так завалим. Так. Где жута вторая? Вот она, видите, вот вторая лежит. Второй жучок. Я называю вторая, что крупней жут. Пересел самка. Так что все живые. С ними все хорошо. Скоро будут на воле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...